И все же проголосовали. Сенат Польши принял спорный закон о Верховном Суде. Осталась подпись президента и после этого Варшава может потерять право голоса в ЕС. Почему, расскажет Елена Абрамович. Ночь с пятницы на субботу. 16-й час заседания Польского Сената. 55 голосов за, 23 против. Скандальный законопроект о Верховном Суде принят. Днем ранее документ поддержал Сейм в третьем, окончательном чтении. Теперь осталось получить подпись президента. Все эти дни, а часто и ночью, под окнами парламента не утихали протесты. Новый закон нарушает Конституцию, настаивают митингующие. Он превращает судей в марионеток власти. Ведь Верховный Суд страны будет подчиняться Министерству Юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать и увольнять председателей апелляционных и окружных судов. Сначала они захватили средства массовой информации, затем Конституционный суд, а теперь и суды. Мы не можем этого допустить, потому что они просто продолжат наступление. Мы должны проявить свою силу, потому что они боятся только людей. Правящая партия Польши настаивает. Изменения в законодательстве нужны для того, чтобы страна продолжала реформироваться. Но многие из тех, кто вышел на улицы, считают это угрозой демократии и европейским ценностям. К сожалению, мы возвращаемся в старые времена, к коммунизму, когда нам закрывали рты, когда судьи принимали решения, удобные для власти. Мы видим, как нарушается Конституция, за которую люди голосовали на референдуме. Беспокойство по поводу происходящего высказали США. Вашингтон призвал Варшаву выполнять международно-правовые обязательства и уважать принципы независимости судей и разделения власти. Мы обеспокоены тем, что польское правительство продолжает внедрять законодательство, которое может ограничить независимость судебной системы и ослабить верховенство права в стране. Поэтому мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и вести переговоры на высшем уровне с правительством Польши. Польского лидера Анжея Дуду ждет в гости и президент Европейского совета Дональд Туск. Но Варшава проигнорировала приглашение, как и другие призывы ЕС. Брюссель тем временем уже готовит санкции. В Варшаве угрожает лишением права голосовать на заседаниях и саммитах Совета Евросоюза, после чего могут ограничить доступ и к казне ЕС, благодаря которой в свое время Польша осуществила немало реформ. Елена Абрамович, Евгений Каминский, Брюссель. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова